Илон Кац. Песните, пожалуйста, что-то как. Ну, это у них очень похожие вайпы, когда ты поленился нанять человека, чтобы он подредактировал твою очередную речь и начал выдавать то, как чувствуешь, и вот Маск показал, как чувствует. Ну, так а что ж в этом плохого? А что плохого в том, что Кац выдает, как чувствует? Что-то где-то он был замечен в чем-то дурном? Нет, наоборот, хорошо. Просто такой резонанс получается, когда человек в одной из воздействий выдаёт, как отредактированного, а во второй, как чувствует, и тогда получается такая вот забавная ситуация. Говоря по-нашему, ляпну не подумаешь. Мы сегодня уже говорили. Да, я, кстати, знаю одного белорусского деятеля, у которого тоже речи и отличаются, когда он по бумажке, когда без бумажки. Он тоже напомнил мне третьего. А без бумажки он же вечно проговаривается. Вечно. Сегодня, я говорю, мы с Фридманом разговаривали, с политическим обозревателем, спросили, вот когда он на мобилизацию призвал всех на картофельную, это он троллит Кремль? Фридман говорит, да нет, он просто о ней дубает постоянно. Вот у него и лезет это по Фрейду. Хорошо. Слушайте. Ну, я вам обещал мобилизацию, и он дал мобилизацию, как обычно. Хоть какую-то, хоть картофельную, да. Что вы, вот, Твиттер, вы же как бы звезда Твиттера. Это такая отдельная вселенная для меня, я думаю, и для многих наших зрителей. А что вы там сидите? Что вам там интересно в этом Твиттере? Что в нем особенного? Там весело, он так сделан, что там все живенько так происходит, обсуждение в реал тайме, очень удобно ругаться с кем-нибудь, спорить. Оно там все сразу так наглядно в ленте идет. Это очень удобная соцсеть, чтобы с кем-то поругаться. Мне кажется, нам нравится. Вот оно что. Вот оно, миролюбивые белорусы. Вот оно, да. Нет, на самом деле я так подумал, а вот в Инстаграме же вы тоже есть, да? Да, есть, но я им так почти не пользуюсь. Ну, да, потому что там, как это, ну, глянец один, и все друг к другу там, ой, какая красивая фото, ой, как хорошо, лайки, лайки, не с кем поругаться. Я вот с вами соглашусь. Да, и там же надо разворачивать эти комментарии, что, ну, короче, там это неудобно сделать. Сильно много работы. Да, более подходящая почва. Я вот, кстати, раньше говорил, что Твиттером надо пользоваться, потому что там им пользуется Илон Маск, надо как-то переписать эти видео. А-а-а, вот оно что. А где это вы такое говорили? Никита, может? Да, да, скорее всего. Почему пользоваться Твиттером? Я говорю, вот все пользуются Твиттером, там, например, Илон Маск, надо это отредактировать. Понятно. Михаил, мы хотим вам предложить, знаете что, сейчас вместе с нами... Обсудить повестку. Ну, как повестку. Ну, как повестку хочешь? Ну, кому пришла. Не, слава богу, никому не пришла. Тем, кому надо, не пришла, а кому не надо, не надо. Важная новость из Беларуси, и как мы хотим вас привлечь в качестве тоже ответчика, потому что, ну, это, нам кажется, это чрезвычайно важными новостями. Давайте попробуем. Вот, Люда. Например, вот белорусы уже больше не бульбаши, а уже бурачники мы стали, если вы не знали до сих пор. Бурачники. Потому что стали сеять у Беларуси шмак сукровых бураков и рапсов, и сцедовины больше. Вот, например, Нашеневы пишут, валовый сбор бульбы за опошние 50 годов поменьше аж у двоя. Летость, мы ж не говорим, что была паза летость. Значит, летость, упоровная, бульбы собрали 3 миллионы 409 тысяч тонн, бураков 3 миллионы 871 тысячу. То есть, ну, на 400 с этим больше. И белорус протягивает все равно споживать бульбы больше, чем в той свете. 183 килограмма за год на одно лицо, на один двор. Ну, о чем это говорит? Как вы считаете? Почему у нас бульба стала меньше, чем бураков? Ну, мне кажется, это программа по борьбе с коварным западом. Картофель меньше с Америки завезен, и вот мы как бы избавляемся от витурного влияния. И одновременно с колорадским жуком. Меньше картошки, меньше жуков, меньше поедут, больше подохнут. А может быть, мы невнимательно копаем? Может, невнимательно копаем. Я бы бросил. Я бы бросил на объект. Я бы бросил за такое, да. Я бы бросил на объект. Я бы бросил за такое, да. Я бы бросил на объект. А за мной потом прошлись, еще два ведра накопали. Была неприятная ситуация. Это вот, да, что-то мужики, это вообще невнимательно. Это у всех было. Отправили его за картошкой в магазин, что он тебе бураков пронесет? Харфель, оно там рядом было, что разве это не картошка? Невнимательно копаем, надо было бы откинуть на объект Карпенкова. Я, это самое, хорошее замечание, что мы начали де, вот Путин начал де милитаризацию Украины, де нацификацию, а мы начали де западализацию Беларуси. Засападализацию, да. Западализацию с картошки. Помните этот замечательный анекдот, когда парикмахерская, значит, пришел парикмахерскую клиент, его там постригли, черт знает как он, вашу мать, у вас ножницы ржавые, вы мне тут не выбрали, тут хренов, этот сабо вот это, воняет тут у вас там все этот плов, где жалобная книга? Сейчас, сейчас, одну секунду, приносит хозяин цирюльной жалобную книгу, и ты, извините, у меня один вопрос только к вам, я все понимаю, я тоже ненавижу эту долбанную власть, но почему вы решили начать именно с меня, с моей парикмахерской, вот почему они решили начать с картошки, ну ладно. Есть ради этого и приятные новости. Какие? В Брестской области вырастили хорошую свеклу, ее сахаристость повышена, она выше нормы, сахаристость у буракова, у Брестка, там самые сладкие бураки в мире, если вы не знали до сих пор. Если вам хочется сладенького, вы знаете, что в Брестской области там лучше, чем клубника. Значит, как это выгодно использовать в хозяйстве? Мы не можем упустить то, что сахаристость просто так будет в холостую у нас ходить. Надо куда-то ее применить. Можно кубики свеклы продавать вместо кубиков сахара, получается, в чай, в кофе. А, прекрасно. Кубики свеклы? Можно, я считаю, даже не напрягаться. Вы знаете, как в ресторане будет к вам подходить официант, и говорить, добрый вечер, сколько вам бураков во фрапучино натереть? Бураков? Ну, натер, натер, красиво, все. Слушай, а на Новый год можно детишкам подарки делать такие? Ну, это не... Мешочки родители с работы приносят? Не мешочки, а мешочки-бурачочки. А, мешочки-бурачочки. Мне кажется, это удешевит процесс, правда ведь? Романтик устраивает, знаешь, как мужчина-женщина раньше розы рассыпал белые, там, красные. А теперь бурака натер и красиво и поели. А вы любите бураки, Миха? Что больше любите, бульбу или бураки? Я и бульбу, и бураки люблю, и моркову люблю, и сибулей люблю. Ну, сейчас перечисли просто рецепт дроника. Вы вообще толерантный человек. Беларусь ни грамма ненависти. С морковкой я не пробовал дроник, я могу попробовать. А свеклу люблю, и с майонезом, с чесноком класс вообще. Вкусно. Ну, что можно сырка белого, этого кубика? Наши зрители писают... Пару изюмин. Наши зрители сейчас типа... Бля, а я уже я не знающий с утра. А так захотелось чесночка с этой самой, да? Ну и последняя новость, очень важная, мне кажется, для всех нас. А особенно для... Стратегически важная. Да, особенно для могилевчан. Значит, с 1 октября ОАО «Могилев-Союз-Печать» окончательно покинуло город. Из работавших более чем полусотни киосков «Союз-Печати» до последнего времени продержались лишь 7. И теперь они все будут закрыты окончательно. Ну, проданы будут киоски, вырученные средства пойдут на погашение многомиллионных долгов предприятия. Все, банкрот могилевчане. Теперь могилевчане не смогут узнавать важнейшие новости. Вот что как... Может, наймут, вот как в старых фильмах, всегда был какой-то мальчишка, который газеты продавал на улице. Он будет, ну, типа, вот выкрикивать заголовки и продавать газеты. Вот он такой кричит. В Брестской области сахаристость слег на 50% больше и махает газеты. А вы понимаете, что ждет этого мальчишку? Если он станет в могилеве, будет выкрикивать новости. Ну, главное правильнее в исполкоме утвердить все заголовки, а потом выкрикивать. Вот. Для этого мальчишке потребуются сутки. В каком смысле? В любом смысле. А то и 15. Как вы хотите, да, чтобы это самое. Он как сапер ошибается только один раз. Да, это правда. Ну, вообще, конечно, ужасно. Вот, представляешь, Могилев такая отдельная... Нету союзпечати, нету новостей, люди едут на работу. Ну, украина взяла уже Крым, вернула себе Донбасс, вернула, победила. Там все это самое. А они знать не знают и едут на работу, и шампанского даже не купили. Или, например, там, не знаю... В мобилизацию объявили, они на войну не явились. Не явились на войну. Где вся Могилевская область? А ну, у того все это проснуться на работу едут. Власть сменилась. Но пока только одни плюсе. Ну, хорошо. Хорошо. Михаил, если у вас еще есть две минутки для нас, мы хотели бы, значит, давно, уже полтора часа в эфире, давно мы не говорили о чем-то, не показывали что-то веселого. У нас есть такая рубрика «Сила ТикТока». Мы вот хотим показать вам три видео, которые выбрали, и просто придумать для этих видео заголовки. Вы в деле? Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. После небольшой паузочки, если Игорь нам ее организует, «Сила ТикТока» с Джипсенковым. Сейчас, это мне режиссер Буха. Сейчас, сейчас. Так, перебивки... Перебивки либо делаются, либо не делаются. Они вообще... Ладно, сейчас перейдем к ТикТоку, значит. Где у нас ТикТок? Пожалуйста, первый видос. Ну, это такой баянчик, да? Недавно новости были, что у Могилеви 33-летний гражданин от скуки заминировал детский садик. Сидел, сидел, делать было нечего. Напився, позвоню, сказал, что садик заминирован. Ты хочешь сказать, что мы идентифицировали личность? Ну, вот это вот. Мне кажется, это как раз... Это как раз Могилевчанин, который не читал новости две недели. Мне кажется, что Могилевчанин, который не читал новости две недели, выглядит повеселее все-таки. А это тот самый Могилевчанин, который был последним приобретателем продукции «Союз Печать». Вот что. Ну, может быть так. Второй. О, это со звуком важно смотреть, внимание. Ой! Ой, это модернизация древообработки в Беларуси очередная. Не понял. Но она ни разу не получилась, уже сколько раз попробовали. Да, пожалуй, это смешно. А в таком случае этот малыш, чью роль кого отыгрывает тут? Смеющийся. Ну, тот, кто деньги на модернизацию получил, успел уехать. Окей. И последний ролик, пожалуйста. Ну, это просто забавно. Я так понимаю, что это какая-то школа. Ну, давайте посмотрим. Это официальный соцопрос в любой государстве. А мне знаешь, что это напоминает? 80% за. Да, вот прямо видно это 80%. Есть же кто-то, кто не кидает? Есть же какие-то отщепенцы. А мне это напоминает картинка «Счастливая Беларусь будущего». Здание Конституционного суда. Судьи мгновенно избавляются от дел, которые были накоплены у них за два года. Очень активно, синхронно. Или заводят их в другую сторону. Да, типа того. Типа того. Да, говорят. Ой, так, что там у нас? Вопрос, кстати, есть. Вернее, был опрос. Илон Маск вспомнил ошибку Хрущева и предложил Украине капитулировать. Украинцы против. Кто прав? Илон Маск, 6% проголосовавших за такую версию. Или Украина, 94%. Наших зрителей проголосовало за... Немножко Маск до трех не дотянул. Чуть-чуть, да, не хватает. Послушайте, тут нам вопрос прислали. У вас как у специалиста хотят уточнить. По твиттеру, значит. Будет конец в случае, если Маск все-таки купит твиттер? Вот так сформулирован вопрос. Я понятия не имею. Не, не будет. Все. Спасибо. Отлегло. Исчерпывающий ответ, слава богу. Да. Ну и как бы на этом. Субтитры сделал DimaTorzok